В большинстве крупных городов мира есть свои плохие районы, а где-то и по-настоящему криминальные. История Лондона богата на всякие события. И, конечно, становление этого города не обошлось без банд, преступности и разборок. Конечно, сейчас в британскую столицу приезжать абсолютно безопасно, но обратить внимание на те городские зоны, которые будут малоприятны по вечерам, все-таки стоит. И, конечно, старайтесь избегать те городские кварталы, где могут быть замешаны лондонские банды. Пусть и не такие опасные, как в мрачном лондонском прошлом. Этот выпуск про лондонские районы, в которых особенно часто случаются преступления. А пока мы не перешли к теме сегодняшнего видео, обязательно кликайте на кнопку подписаться под видео, так вы будете видеть чаще подобный контент. Ставьте лайк. Нет, сейчас не ставьте, а вот как досмотрите, если понравится, то тогда ставьте. Договорились? Tower Hamlets. 97 преступлений на тысячу жителей. Tower Hamlets, занимающий большую часть традиционного лондонского East Endа, известен своим богатым разнообразием, интернациональной кухней и хипстерской субкультурой. Будучи одним из неблагополучных районов столицы, он характеризуется уровнем преступности, который часто ассоциируется с бедностью. Кража велосипедов, преступления, связанные с запрещенными веществами, нападения с разными целями здесь настолько распространены, что Tower Hamlets постоянно ходит в топ-10 самых опасных районов Лондона. Вы скажете, ничего не знаю про этот Hamlets, а вот и нет. Именно здесь находится лондонский Tower, Тауэрский мост, цветочный рынок на Columbia Road и рыбный рынок Billingsgate. Крупнейший крытый рыбный рынок всего Соединенного Королевства. А где много туристов, там много и тех, кто хочет прикарманить себе их денежки. Southwark. 98 преступлений на тысячу жителей. Вообще он примыкает к Tower Hamlets. Здесь, если идти вдоль набережной Темзы от лондонского моста, то вы дойдете до театра Globus, в котором играл Шекспир. Дальше будет галерея Tate Modern и по Millenium Bridge, перейдя реку, вы попадете в St. Paul Cathedral. В районе находится самый высокий небоскреб Лондона The Shard. Там же находится и London Dengeon. Достопримечательности. Набережная. Бесконечные пабы и рестораны с видом на Темзу означают что? О означает толпы людей, готовые потратить здесь свои деньги. Конечно, здесь же орудует и мелкие мошенники, и карманщики. Ислингтон. О май гот, я же здесь жил целый год. 102 преступления на тысячу человек. В 80-х и 90-х годах Ислингтон был одним из самых неблагополучных районов Лондона и сильно пострадал от эпидемии запрещенных веществ, что привело к развитой преступности. Также здесь была распространена деятельность, связанная с группировками. Например, именно здесь нередко орудовала банда Клеркенуэллский синдикат. Она же семья Адамс или команда ААК, которая на протяжении долгого времени считалась самой могущественной группировкой Великобритании. Вообще, еще совсем недавно, в начале 2007 года, полиция насчитывала в Лондоне 169 банд, наибольшая концентрация которых наблюдалась в районе Хакни, Инфилд и Ламбет. Клеркенуэллский синдикат был основан в начале 80-х годов братьями Терри, Томми и Патриком Адамс, которые происходили из большой ирландской католической семьи. Основной базой банды служил родной район братьев Клеркенуэлл в Ислингтоне. А костяк группировки составляли родственники и друзья детства братьев Адамс. К 2000 году влияние Клеркенуэллского синдиката заметно ослабло. А на сегодняшний день лидер синдиката Терри Адамс отбывает тюремное заключение, в то время как двое его братьев находятся под постоянным надзором полиции в Испании. С того времени уровень преступности в Ислингтоне значительно снизился и район значительно преобразился. Если раньше Клеркенуэлл был промышленным, то сейчас здания бывших складов и фабрик вмещают современные офисы и квартиры. Офисные работники вечерами отдыхают в модных ресторанах и гастропабах. Ближе к ночи стильные бары и клубы заполняются молодежью, а шумные тусовки могут провоцировать мелкие стычки, регулярные потери телефонов и кошельков. Если будете здесь, обратите внимание на два рынка. Старинный мясной рынок Смитфилд и расположенный на пешеходной улице Эксмоф Маркет. Здесь интересно просто пройтись, представить, как все здесь было раньше и посетить местные аутентичные кафе, независимые бутики и уличные киоски с едой. Что говорит нам полиция? А по данным столичной полиции, в 2021 году Истлингтон занимал пятое место по количеству зарегистрированных преступлений из всех районов Лондона. Представляете? Я как-то снимал там квартиру целый год, никакой преступностью там не пахло. Хотя это было давно. На седьмой строчке Хэммерсмит и Фуллан. 103 преступления на тысячу жителей. В районе находится одно из самых известных мест проведения мероприятий в Лондоне. Хэммерсмит Аполло. Развлекательный комплекс, который иногда ставят в один ряд с такими залами, как Ласкало в Милане и Карнеги Холл в Америке. Здесь также расположены два крупных футбольных клуба Челси и Фуллан. А значит, что здесь множество возможностей возникновения инцидентов. Драки фанатов, воровство и кражи. Все это способствует тому, что этот район также входит в список самых криминальных. На стадион ходят с семьями, за любимую команду болеют всю жизнь. Конечно, уже не в 80-е и 90-е, когда британские болельщики шли на матч, как на боксерский ринг, с целью ушатать противника любой ценой. Однако и сейчас у каждого британского клуба есть группа наиболее самоотверженных и яростных болельщиков. Так называемые футбольные хулиганы, которые часто не проще столкнуться с кем-нибудь лбом. Харингей. 106 преступлений на тысячу жителей. Как и наш предыдущий герой, Харинген становится особенно оживленным в те дни, когда Тоттенхэм играет дома. Наряду с такими достопримечательностями, как замок Брюса и Александра Пелос, Харингей также является популярным местом для туристов. Получается такая смесь, что Харингей попадает в топ-10 самых опасных районов Лондона. Здесь же пару десятков лет назад вспыхнула война между двумя лондонскими группировками, албанской и турецкой. Причиной конфликта стал сбыт запрещенных веществ, которые представители банд не поделили между собой. Группировка турок-киприотов, семья Ариф была одной из самых мощных наряду с Адамсами, с которыми Арифы воевали все 90-е. Помимо распространения веществ, они также занимались перевозкой нелегалов и отмыванием денег, которые вкладывали в бары и кафе. Кенсингтон и Челси. 115 преступлений на тысячу резидентов. Вы, скорее всего, знаете эти районы как королевские. Многие стремятся сюда попасть, потому что здесь обитает элита. Но роскошь не защищает местность от преступности. И на самом деле, именно из-за богатства распространенного в этом районе, преступники рассматривают его как место, в котором можно заполучить денежки и драгоценности. С населением, приближающимся к 160 тысячам человек, проживающим в самом маленьком и экологически чистом районе Лондона, кражи со взломом являются обычным делом. Здесь находится множество бутиков и один из самых известных магазинов Лондона и всего мира – Хэрротс. Весминстер. 189 преступлений на тысячу жителей. А вот этот район известен большему числу из нас. Ну-ка давайте вспомним вместе, что здесь находится. Одноименное Весминстерское аббатство, рядом здание парламента и Биг Бен, дальше Букингемский дворец и Трафальгарская площадь. Трафальгарская? Трафальгарская площадь. Это один из самых густонаселенных туристических центров Лондона. И, конечно, район является известной мишенью для воров и карманников. Ну, конечно, гангстеры с пушками здесь бегать не будут, но с расстегнутыми сумочками и рюкзаками здесь лучше не ходить. И, наконец, первое место в нашем списке – Лондонский Сити. 665 преступлений на тысячу жителей. Это в несколько раз больше, чем средние показатели наших предыдущих героев. Почему так, спросите вы меня? Как? Лондонский Сити? Не может быть. Он, ребята, находится в самом центре столицы. Классифицируется не как район, а как церемониальное графство. Самое маленькое церемониальное графство в Великобритании. Это своего рода город в городе, эдакий Ватикан. В нем даже есть своя собственная полиция. Полиция Лондонского Сити. Сити, собственно говоря, и переводится как город. А теперь разгадка. Почему так много преступлений? Этот район еще с 19 века является главным финансовым и бизнес-районом всей Великобритании и всего мира. В наши дни сюда каждый день приезжает на работу более полумиллиона человек. Представляете? А что происходит после работы? Все едут домой. Нет, никуда они не едут, они идут в пабы. Я много раз бывал в Сити, здесь огромное количество пабов, баров и ресторанов. Потрясающе. Так вот, после работы всех этих офисных клерков можно встретить со стаканчиком в руке рядом с любимым пабом. А вот когда уже все изрядно накидаются, вот тогда можно ехать домой. Естественно, нетрезвый, немалозарабатывающий белый воротничок является хорошей мишенью для воришек. А сколько же здесь проживает людей в Сити? Сколько резидентов? Тех, у кого есть там квартиры, жилье? Менее 10 тысяч человек. Из-за такого большого количества ежедневных посетителей район набухает. Показатель преступления на тысячу проживающих, соответственно, здесь пугающе высок. И рекомендация на закуску. В 2020 году вышел сериал «Банды Лондона» с Джо Коулом, Колмом Нине и Сапе Дерису. Или Сапе Дерису, я не знаю, как произносится правильно. Рассказывает этот сериал нам о преступном мире Лондона. Центральным персонажем сериала является Шон Уоллес, сын известного гангстера, который убит при загадочных обстоятельствах. Шону поручено захватить криминальную империю своего отца. Но он сталкивается с противодействием конкурирующих банд, которые хотят прибрать территорию к рукам. Всем тем, кто хотел бы ощутить атмосферу криминального Лондона, да и вообще посмотреть на Лондон, советую этот сериал. Друзья, а вот теперь, если вы досмотрели этот ролик до этого момента, если вам понравился этот выпуск, собранный материал, жду лайк. Если не понравился, то ничего не ставьте. Просто можете написать все, что вы хотите, что это чушь болотная. На уроках английского языка про Лондон нам ничего не рассказывала подобного Тамара Сергеевна. И что? Заходите еще на наш второй канал, Smaps Education, где вы можете увидеть большое количество обзоров на зарубежные учебные заведения. Если вам интересны школы, университеты за границей, если вы хотите уехать, эмигрировать, ну в общем, как бы заходите, смотрите, там тоже круто и полезно.